Махапрабху Они, как вы знаете, разделяются на две категории, есть внутренние, которые направлены лично на Кришну, в которых Он хочет попытаться попробовать вкус, каково быть не вишаи, которого наслаждают, а ашраи, которые наслаждают, то есть занять положение Шмати Радхарани. И внешние причины — это показать людям важность воспевания Харе Кришны и дать им спонтанную Любовь, и также Он приходит в ответ на мольбы Адвайта-Ачаре. Эти цели направлены, как вы видите, на других, их считают внешними и второстепенными. Так же, как Кришна приходит на землю тогда, когда её пора избавить от бремени, это тоже как бы его второстепенная причина прихода. Но Кришна не делает это сам лично, этим занимается Вишна, которая находится в теле Кришны. И я также презентирую стих, который уже тоже был упомянут из Читань-Чаретамриты, из 4 главы, который как раз говорит о этих причинах. «Према раса нирьяса карита асвадана». То есть, Господь Читань приходит для того, чтобы насладиться сутью према расы. Также «рагамарга бхакти луки карита прачарана» для того, чтобы рагамарг проповедовать людям. То есть, Кришна исполнен высочайшей милости, Он наслаждается расой, и Он приходит, чтобы эти две цели реализовать. И так как мы находимся в обусловленном состоянии, хотя эти цели понятны, но, к сожалению, иногда возникают какие-то девиации, как Саша Прабу говорил. И есть несколько их категорий. То есть, на группу преданных они могут сделать акцент на первостепенных причинах прихода, внутренних. Тем более, я знаю, что они же не являются основными. То есть, они, наоборот, являются основными, и поэтому они делают акцент на них. И начинают, как говорится, уваривать молоко. И это со временем переходит уже рамки, и это уже можно будет назвать какой-то майавадой или сахаджией. Вторая категория людей могут, например, подумать, что это слишком для нас возвышенно, мы не можем понять этого, как это с нами связано. Поэтому наш вход — это второстепенные причины прихода, и мы будем заниматься проповедью. Они ставят второстепенные цели на первое место, потому что это более-менее кармический подход, приземлённый и практичный, потому что преданные, например, не понимают, что Кришна является Личностью. И, соответственно, они не верят в то, что Его можно удовлетворить каким-то конкретным образом. Но преданный Санкиртаны, несмотря на то, что действительно понять науку о расе почти невозможно, он следует по стопам ачарьев, и есть такой стих «Атакши Кришна намади», то есть всё начинается с имени. «Атакши Кришна намади, набхават грахям индриях», то есть Кришну поймать грубыми чувствами невозможно. Но единственный метод, как можно приблизиться к Нему, — это развернуть своё лицо в сторону служения Духовному Учителю. «Савон мукхи ахиджих вадал» «Своём эва спура тядах». И тогда, если просто рискнуть, повернуть своё лицо в сторону служения Гуры, и тогда Кришна спонтанно проявится, и этот вкус в спхурте его можно будет ощутить лично. И преданный выходит, осознавая свою незначительность. Он выходит не то чтобы просто как действующий, то есть желая всем дать сознание Кришны, и он не выходит наслаждаться этой своей проповедью. Он выходит как пуруша, но при этом как инструмент. То есть он в способности предложить Кришне что-то от себя. То есть он не просто как безвольная какая-то материя выходит, всё, Кришна, я твой, я вышел, и теперь мне можно зачёт поставить, всё гарантированно, и теперь будь удовлетворён. Но преданный, он действует как пуруша. То есть есть Кришна, Ади-пуруша, изначально наслуждающийся. И каждый из нас является микропурушей, маленьким пурушей. Почему? Не про Крити. Потому что для того, чтобы доставить Кришне наслаждение, для того, чтобы доставить Кришне наслаждение, нужно предложить ему что-то. Ну то есть, например, мы хотим маме купить цветы. И когда мы идём в магазин, мы же не просто хватаем первый попавшийся веник и говорим, пусть мама будет довольна, я подарю ей цветы. Мы смотрим на них и думаем, интересно, эти цветы понравятся маме или нет, эти она любит или нет. Вот это должно быть её удовлетворит. И тогда, как бы, проецируя то удовольствие, которое она получит от этого подарка через себя, то есть задействуя свои чувства в служении, так скажем, мы можем, как бы, наши шансы удовлетворить объект, субъект, ой, да, объект нашего служения, они повышаются намного. Ну, тема эта больше, ну, это было про причины немножко, а также я хотела засчитать некоторые интересные моменты, которые, может быть, уже упоминались, но они помогут понять, ну, как бы, это настроение солдата, именно целомудрие по отношению к духовному учителю и как не стать, как не попасться в ловушку иллюзии и посчитать себя каким-то глашатаемом абсолютно истинно, который способен наделить сознанием Кришны других. Потому что как только мы так посчитаем, то автоматически снисхождение духовной энергии через нас, оно прекратится, и вся парампора будет заканчиваться на нас. То есть мы сможем людей максимум привести к своим лотосным стопам. Вот. И поэтому, если, например, ну, какой-то человек, занимающий лидерскую позицию, там, наставника, если он считает, что движение Сан-Киртене — это слишком возвышенно, это слишком сложно, это не для всех, а для избранных, тогда, как Саша пробовал говорил, ему стоит принять прибежище в этом движении Сан-Киртене и понять, что это будет самым лучшим методом заботы. Потому что если действовать наоборот, то есть выставлять какой-то низший общий знаменатель и стягивать всех своих подопечных на этот же уровень, то очень-очень быстро будет заболачиваться этот поток Бхакти, который Ачарьи всё время расчищают для нас. Итак, в чём состоит приказ? То есть наша цель — это распространить сознание Кришны в каждом городе и деревне. А какой метод? Это, как говорится в Читань-Чаритамрите, намара прачар. И также стоит определить принцип, по которому это делается. Можно воспользоваться стихом «Ярдекхатарыкаха» Кришны Ападеши. То есть «Кого видишь, говори Ему о Кришне и стань гуру и проповедуй на своей земле». Я бы также хотела зачитать, каким образом Бхакти-Сиданта Сарасвати делится милостиво, как он избавился от какого-то вида иллюзий, предубеждений, которое у него было, прежде чем он получил покровительство своего духовного учителя, когда он был молодым, амбициозным, учёным и очень таким занощим, как он говорит, человеком, как Гурмахарадж пролил на него милость. Ну, вы знаете историю, как он получал посвящение. И позднее он размышлял над этим случаем так. «Опьянённый ложным эго я думал. Я великий знаток математики и философии. В любое время дня и ночи я готов сразиться со всеми этими большими пандитами и в пухе прах разбить все их аргументы. Именно в этот момент я получил дар шан лотосных стопщик гуру Дева. Ни моя правдивость, ни нравственная и набожная жизнь, ни интеллектуальность не нашли откликов в сердце Бабаджи Махараджа, который хорошо знал их истинную ценность. Когда я увидел его незаинтересованность во всём этом, я осознал, насколько же он был лучше меня со всеми моими хорошими качествами. Если так просто пренебрёг ими. Поистине, он обладал невообразимым богатством. В этот момент я понял, что нет никого более падшего и презренного, чем я. Всё то, что я считал желаемым, учёность и нравственная чистота, в глазах этой возвышенной души не имели никакой ценности. Я чувствовала, что эта великая Личность обладает бесценным сокровищем. Я осознавал, что до тех пор, пока люди этого мира не получат хороший пинок, который получил я от своего гуру Дэвы, их сознание будет продолжать спать непробудным сном. Поэтому я обращаюсь к каждому. Я глупец номер один. Пожалуйста, все вы не будьте такими же. Не живите ограниченными категориями своего сознания. Обсуждайте Вакунха Катху, и вы станете возвышенными Личностями. Однажды, хотя Бабаджи Махараджа строго-настрого запретил всем касаться своих стоп, он поместил их на голову Щи Сидханта Сарасвати и приказал ему, «Проповедуй абсолютную истину и не отвлекайся ни на что другое». Таким образом, Бабаджи Махараджа определил жизненную миссию своего ученика. Вспоминая этот случай позднее, Щи Сидханта Сарасвати сказал, «Получив пинок лотосных стоп Щи Гуру Дэвы, в течение целого года я был слеп и глух к внешнему миру. Я не знал, существовал ли когда-либо в этом мире трансцендентный посланник, подобный моему Щи Гуру Дэве. Как может тот, кто охвачен мирским вожделением и гневом, понять его?» На самом деле, когда солдату дают приказ, то он будет освобожден от всех каких-то дурных последствий, которых, может быть, невозможно было избежать, выполняя этот приказ. Также и мы, когда мы получаем приказ о чечитании Махапрапуа Духовного Учителя, это является нашей высочайшей удачей, потому что, если бы мы делали это своевольно, то мы бы, конечно, потерпели величайший крах, и все несгоды мира обрушились бы на нас. Поэтому очень великая удача, что ничего не нужно придумывать самим, просто нужно следовать по пути. Также я не могу удержаться, я хочу прочитать вам некоторые фрагменты из трансцендентного дневника, потому что они как нельзя лучше показывают именно разницу между мирским морализмом и поклонением сентиментам, каким-то чувствам и целомудренностью приказу Духовного Учителя. На примере, который Саша Прабу уже упоминал, на примере предных, которые придумали свои методы распространения сознания Кришны и чем они вызвали неодобрение общества предных Прабхупады. Революционный подход — одно из качеств, обеспечивших успех проповеди Шилы Прабхупады. Он говорит о вещах, называя их своими именами. Это также отличает его от некоторых духовных братьев. Он вспомнил недавний отчёт о том, что его духовный брат Бон Махараджа в 30-х первым отправился на Запад с проповеднической миссией, советовал предным не говорить о таких противоречивых вещах на публике. Прабхупада не колеблясь, назвал его эгоистом, стремящимся лишь к обретению последователей. Я слышала, что они как-то однажды были на каком-то приёме, ну они там сидели за столом, им подавали, раздавали просад, и там были всякие приборы, Прабхупада их никогда даже не держал в руках, он всегда ел руками по-вайшнавски, и он не знал, как их использовать. И Бон Махараджа увидел это, и он посмеялся с Силы Прабхупады и сказал, что посмотри, ты собираешься ехать на Запад, но ты даже не знаешь банальных мер этикета. А Прабхупада говорит ему, что я еду туда не для того, чтобы чему-то научиться, а для того, чтобы учить. Так, потом они начали обсуждать с учениками мотивацию ситха-сварупа Махараджа. Если вы знаете, он же уже был гуру для какой-то группы хиппи, и они потом, когда встретили Прабхупаду, он решил предаться Прабхупаде, и, соответственно, все его ученики последовали за ним. Но они не смогли удержать линию эту и немножко ушли в своё. Они не следовали тому, чему учил Прабхупада. Напротив, разработали свой собственный способ распространения сознания Кришны. Да, таковы их идеи, сказал Прабхупада. Они думают по-своему, это плохо. У нас так много всего, разной литературы. Они же печатают и распространяют свои книги. Что он может предложить? Он не освобождённая душа. Он думает, я дам своё толкование Бхагаваты. Если такие вещи имеют место, это идёт вразрез с нашими принципами. Такова моя проповедь, сказал Прабхупада. Вы повторяйте дословно то, что сказал Кришна. Не изменяйте. Как вы можете толковать слова? Если кто-то думает, что может дать какие-то комментарии, это просто чепуха. Необходимо получить милость Гуру и Кришны. Милость Кришны через милость Гуру. Потом к Шивой Прабхупаде в гости пришли Буридаджану Прабу и его жена Джагатарини, которые тоже состояли в этом лагере, ситхасварупы. И они поделились, началась беседа. Прабхупада хотел узнать, почему они выявляют таким образом свою приверженность больше ситхасварупе, чем Прабхупаде. На что Джагатарини расплакалась и сказала, что ей очень нравится манера, в которой ситхасварупа излагает, что он очень добр, что он очень мягок, что он делает акцент на повторении святого имени и что он очень хорошо преподносит всё понятно и так далее. Потом пришёл её муж, и Прабхупада был предельно откровенен. Почему для вас так много значит, ситхасварупа, для тебя и твоей жены? Чем он вас так привлёк? Твоя жена говорит, что слова очень доступны и убедительны. Но в чём разница между убедительностью и обычной амбициозностью? Как ты можешь определить амбициозность и что ты считаешь убедительным? Буриджана сказал, что считает последователей ситхи, обладающим глубоким пониманием смирения. Однако Прабхупада возразил, разве смирение теперь заключается в том, чтобы не следовать наставлениям духовного учителя? Если ты не следуешь наставлениям своего духовного учителя, если ты следуешь наставлениям каких-то других людей, это что, смирение? Твоя жена говорит, что ситхасварупа говорит очень интересно и убедительно, а то, что говорят другие, это неубедительно. Что именно такого убедительного в его словах? Буриджана сказал, что они делают сильный акцент на повторении Харе Кришна. Но когда Прабхупада спросил, если хотя бы кто-нибудь вискон, кто говорит, что повторять мандру не обязательно, ответ Буриджаны был нет. Им не удавалось найти каких-либо различий, но в конце концов Буриджана признал, что я думаю, что говорить о расхождении их не приходится. Прабхупада докапывался, и всё-таки Буриджана раскололся. Почему он плохо относится к иску? Сказал, что сам я всегда знал, что отошёл в сторону, и что в сердце у меня лишь возрастает враждебность к вашим ученикам. Это происходило потому, что я считала, что своими методами распространения книг они настраивают людей против Кришны. То есть распространяя книги, якобы проявляя какую-то агрессию, насилие, просто, ну, эта агрессия заключалась в том, что предный подходит и предлагает. Это они посчитали, что это слишком, и что нужно пожалеть людей, нужно, они, как Саша Прабхупа говорил, они сначала давали бесплатную листовку, и потом, если там соответствующая была остановка, они предлагали книги, но им не нравилось просить пожертвования, потому что они считали, что это выставляет искон, как коммерческую организацию. Поэтому они всячески избегали этого вопроса, и это и вызвало этот раскол. Саша Прабхупада решил уточнить. Спор денег — это другая проблема. Его наставления всегда садились к тому, чтобы предметы распространяли книги. И в чём же тогда ошибка? Почему распространение книги предные делают Кришну непопулярным? Делает ли сам факт распространения книг Кришну непопулярным? Ну, автоматически нет, признал Буриджана. Тогда что ты имеешь в виду? Выявилось, что Буриджана думал о тех, кто распространяет книги, как не об очень продвинутых. А в конце оказалось просто... Прабхупада говорит, что... Ну, я так вижу просто, что ты сам никогда не пробовал распространять книги, и у тебя это плохо получается, поэтому ты избегаешь этой темы. Но Буриджана согласился, что так оно и есть. Здесь идёт длинное обсуждение. Вы можете эти статьи прочитать детально на нашем сайте, на блоге. Там под разными категориями разные такие очень интересные статьи. Ну, я думаю, Прабхупада сразу сам определишь, да, что... Ну, когда начал тут какие-то сомнения говорить, Прабхупада сразу в точку. Он говорит, что ты просто думаешь о них, как они очень возвышенные. Ну, что они просто продавцы. Это как вот преданная дельта, там была на Махатаха, там преданного Старшего пригласили. И там преданная были такие, которые жизнь посвящают. Они, кстати, восторженно так рассказывали Нила, это преданное, как решил ядку там подлить. Как бы он говорит, что так, преданная Санкертана это вообще-то магунщики, они никогда книги не читают. Я не преданный сидел там, такой взрел. Он говорит, что на самом деле те времена, когда преданная Санкертана читали книги, уже давно прошли, потому что в те времена Санкертана была популярна. Сейчас для того, чтобы быть преданным Санкертана, нужно у него не погружаться, потому что надо как бы противостоять общей, ну, какой-то общей тенденции. И, ну, мы говорим, что сейчас это уже не то время, когда, и вот, ну, я просто, когда в этой ситуации подогнал, ну, и во многих похожих, то потом я, когда вот эту читал вещь, я так удивился, что Шила пропадал, он так выразился, потому что его самого считали очень продвинутым, ну, духовный облад. То есть когда, ну, они говорили, что он распространяет, потому что он не может сидеть там на месте, погружаться в бажен, он просто как у него ум. Ну, как они говорили, он бизнесмен. Ну, просто бизнесмен, и он как бы решил в пленном служении свою, типа, бхавату занять. И он тогда сразу поэтому спросил у Буллиджана, то есть ты считаешь их не очень возвышенным, а он признался, да. Ну, это такой же, как и мой духовный облад, ты ничего уже не понимаешь. Тогда Прабхупада предельно ясно и недвусмысленно озвучил своё понимание того, каким должен быть трансцендентный стандарт распространения книг. Он сделал это в противовес внешне высокоморальным стандартам, провозглашённым ситхасварупа его с подвижниками. Если каким-то образом преданный может передать человеку одну книгу, это принесёт ему благо. В расчёт не принимается, каким образом ему это удалось. Уже то, что он дал человеку книгу, а тот за неё заплатил, хорошо. Но большие моралисты не могут этого понять, потому что плавают на уровне мирских рассуждений. Пусть они купят книгу, неважно как и почему. Такова наша миссия. Не стоит вопроса о нарушении моральных принципов. Распространяйте книги любой ценой. Это хорошо. Но если ты становишься моралистами, говоришь, для того, чтобы распространять книги, они идут на то, делают так-то и так-то. А я большой моралист, я больше, чем духовный учитель. Прабхупада часто говорит, что о трудах нужно судить по результатам. И по его наблюдениям получалось, те, кто возвышается над условностями морали, продают больше книг. А большие моралисты не могут этого делать. в конце еще, ну, как бы с утрами. А что значит моралист? Как Саша Прабхупа говорил во второй части этой статьи, там, может быть, это больше раскрыто, то, что предный выбирает объектом своего служения не наставление духовного учителя, а мнение публики. То есть он думает, а как они подумают, как они посмотрят, как они оценят то, что я у них попросил деньги, или то, что еще что-то. Ну, то есть он просто берет за целое, предный берет за целое приказ, а моралист берет за целое мнение людей. То есть он выслуживается перед людьми. Ну, как вчера, допустим, приходим, да, и там вот дедушка, прямо-ка-ка-ка, как-то, ну, какой-то дед поступает, он там продает, идет бомж или кто-нибудь, ну, как бы-то... Ручник. А, ручник. Ну, присоединяется. Это он, ну, каждый раз, что он жертвует, там, 50 гривен, да, что-то не будет. Ну, и там было такое, что люди жертвовали, ну, каждый раз жертвует ворот, допустим, например, в каждую субботу. Там было, что женщина, она со второго... Второй же ярус, да, там, второй этаж есть. Она вот так прям кинула, она творог сверху, на кучок с творогом, и вот, допустим, они дают творог. Ну, и каждая, например, каждую субботу они жертвуют, да, там, люди. Они невольные участники Харинама, то есть им не надо там изучать философию, что надо выходить, они просто там торгуют и преданно им приносит Харинама. Но кто-то со стороны посмотрит и скажет преданно. Так вы, значит, приходите за творогом каждую субботу и преданно подумают, о, нет, мы дискредитируем наши движения, потому что туда не пойдем, потому что они думают, что мы приходим за творогом. И все равно такой выбор, как бы, я великий моралист, потому что я буду дискредитировать движения. Пусть лучше они думают плохо, чем они будут думать плохо. Ну, то есть такая тонкая вещь. Ну, если есть эта склонность, то, когда будет тяжело, я вас не буду получить. Получается? Да, это когда есть расклады исключения, развод психософа, да, это в глазах других хороших. Они понимают, была глубинная цель, какого правопада перстеризовать. То есть, ну, и про день, это же, ну, извините, ну, давайте тогда так, ну, тогда, знаешь, с воздухом появится, и человек, ну, вовлекаться в служении, когда он жертв, то есть, он совершенно жертв, очень сильная эргития жертв. А моральный человек, он хочет, как бы, выглядеть хорошими глазами других. То есть, тоже такой тонкий ранен. То есть, это из-за ложного реального, можно сказать. И он боится, он не хочет делать, как, как вот, надо просто распространять, как цитаты, что надо упадать, просто распространять, неважно, потому что люди сразу получат это высшее плако. А Мадлис, он думает, ну, да, это же, надо продавать, он хочет подстроиться, подземнее, солнце, он подземнее, все вот эти настроения, не имеется. Ну, духовность нельзя же продавать, даже бесплатно распространять, как бы, такой, морак, как бы, да, смертная казнь, это же плохо, нельзя, как бы, да. Ну, самхит, это, что-то его говорит. Да, видите, вот тут, можете почитать, это приемом какой-то, Бабада говорит, что нужно идти, фул контакт надо идти, но чтобы проверить, это реально моракизм, или что, это такое, ну, например, допустим, вот у нас пример, мы приезжаем в Феодосию, да, в 13-м году, убили мэра, в Феодосии не проводились, никогда хорина, это мэр, он все время запрещал, демон был, мы приезжаем, его убили, и мы на следующий день приехали. И мы вышли, какие-то люди, а везде висят, ну, объявления, что трава, день травы сегодня. И мы поем, там, экстази люди, а людям, что тут мэр, они там все отдыхают, 95%, они даже не знают, что там мэр, там, какой-то трава, что им трава, они приехали, у них там несколько дней, чтобы отдохнуть, они все танцуют, там, человек 100, там, у нас, такой огромный хоровод, и женщина подходит на остановку, мне говорит, вам вот это не стыдно, я говорю, а что такое, она говорит, ну, вот мэр, как бы, умер, там, вы тут поебуете, я говорю, так мы же его отпеваем, а как бы мы собрались, столько людей, это же все любили мэра, потому что он, это, собрались за грехи, знаете, сколько там грехов на то случится, а сейчас вернется назад к Богу, она говорит, вот это ради него вы делаете, я говорю, ради кого, это вы молодцы, еще и, короче, пожертвовала, и к нему взяла, ну, как идешь, полконтакта, ты смотришь, или вот в этом, помните, недавно было, что-то, три месяца, то было, закрытили, что-то, Москва, военное положение, вели на Украину, на Рожтамщине, уже в Луганской области, прихронтовая зона, ну, там, пригласили, приеду, мы в Днепр, приехали, поехали, хоринамки попить, приходим, а у нас везде вооруженные, такие патрули, с автоматами, там, хранят, мы на вокзал приехали, сразу разложились, мы собираемся, что это было, зима, зима, февраль, типа, ну, что, проярщи, декабрь, пойдем, пойдем петь, и сразу подходит, раз, подходят, что вы делаете, мы, ну, приехали, там, воспевать, так военное положение, ну, начинают, и выбор какой, ну, а, мы сейчас будем, дискредит, телебрежение, либо ты идешь в контакт, ну, мы ему говорим, просто сейчас, ну, столько непонятных, каких-то тут, элементов, как бы, в обществе, и все это можно устранить, только если, поспевают, прославлять Бога, проповедовать, говорю, ну, это же война, невежество, и они, они сами, говорят, так мы что, одно дело, дело, я говорю, вы, как бы, силовые структуры, мы интеллектуальные структуры, мы проповедуем, а вы, о, так таких надо больше, так, ну, все поможет, давайте, все благословения, ну, все, а так можно испугаться, но ты идешь в полконтакт, проясняешь с человеком, раз, потому что, видите, они просто, вот, это седха сварупа, они не копали на лук, они увидели какие-то сентименты, вот, как этот, ну, смиренный, там, типа, горбатый, хриклый, голосом, и, значит, смиренный, как бы, все, туда нужно, типа, поверить, а смирение, даже зависимость от настроения, духу, вообще, да? Ну, надо, что же, эти слова, читали, всем, говори, каждому, отличный, да, просто прям, они работают, вот, эти могут, ты же честный, отличный, и сердце у них открывается, отлично, да? Ну, вот, как человек, он говорит, что, паноматное чувство, человек, ну, чувствовать, ты ему наваливаешь, или ты, ну, ты, иногда в поезде едешь, и, кажется, каждому надо говорить, и ты, сейчас начнешь говорить, начнется, ну, какая-то, враждан, каким-то другим поведением, мужу-то как-то даже в крайнем случае там помолиться, там, к нему не можешь, предложить, ну, какие-то разные ситуации, вступаешь, как в отношениях, там, мы ехали, когда сегодня сели в пост, уже с Хайф, рода, как Городианск, просто, я вам, что материатка говорит, ну, все люди там, типа, лежат, она лежат, на койках, ну, поняли, она вам говорит, что они даже не знают, что завтра они выйдут на набереж, надо быть с нами, петь и танцевать, не знаю, что они с нами едут, а я вспомнил, что действительно так и есть, всегда, когда ты едешь на юг, ты едешь в пользу с теми людьми, с которых ты будешь, ну, именно вагонят, в которых ты будешь крутить, и почему, ну, почему так происходит, потому что они уже пудю получили, они с тобой встретились, у них уже адхикар, ну, прям, они просто в обществе преданных находятся, и Кришна, а что Кришне, куда-то крести, какому-то папу-то мусульману, уже есть, как бы, твой человек в сознании Кришны, вот мы ехали в Ялте, там, 13-е год, едем в Ялту, и едет целый вагон, от нас ехало 6, мне 8 человек преданных, и остальное, весь вагон, ну, 52 места, да, сколько там, или сколько там, едут все дети, ну, с родителями, на какой-то фестиваль танцев, уличный танец, что-то такое, едут в Ялту, и на улице, типа, фестиваль проводится, Амата же, ну, мы ехали с Хайкова, Амата же ехала к нам навстречу из Луцка, это же Ашока, она говорит, что у нее одни старики, но весь вагон там был, и мы, короче, приезжаем, мы ушли на Харинарму, и мы танцуем, и вот так танцуем, и в Ялте, ну, в сцене, вот так вот две скамейки, и все сидят, эти дети с родителями, они проходили, они проходили нас, они нас уже знают, они оселят, и мы потанцуем, потом они потанцевали с нами, потом куда-то ушли, мы идем, на следующей остановке, пополам у нас делилось еще дети, и я Амата же Ашока говорю, смотрите, Амата же Ашока, вот это сидят на правой скамейке, это все, кто с нами в вагоне, она говорит, а на левой моей? Не знаю, на левой скамейке, она же ехала с Луцка, но ведь все, вот, с ее вагона люди сидят, а потом мы пошли туда, мужики, в центр, самый там, где было, самый-эпи-центр, где этот детский фестиваль проводился, и мы когда начали петь, и эти дети начали кричать другим детям, давайте с ними танцевать, у нас, ну, даже есть это в фильме, они как повлеклись, и они так профессионально танцуют, какие-то движения, там, на сальто, там, и все крутят, вообще, такой транс начался, просто за место, больше ста детей, там, побежали, начали там, хоровод, и все, просто мы с ними, так, ну, им ничего, или книги не предлагали, мы с ними поезды, даже просто ехали, и уже их зацепило, вот такая вещь интересная. Можно попытаться аналогично найти? Да. Можно попытаться аналогично найти? Мне просто все время крутится, одно время, у меня крутится текст, где Песадева, получил наслаждение, это, это знаменитый, где он, например, это не проповедовал Аббах, а, ну, описал четыре принципа ведической культуры, да, и вроде, это не удовлетворено, можно ли, если ты все равно настроен на обсуждение только Кришна, да, тебя интересует, и только, ну, чистая Бахта, и даже, если ты будешь говорить что-то другое, то все сердце, других все равно будет от него отвлекаться, ну, почему это вот эта тема? А мы там ровно этот стих разбирали, там, был Бахту, там, у нас первого, им надо думать, что, пока ты занят, ну, там, дословно, пока ты занят проповедью, «Адна, хакамай мокши», ты не можешь проповедать Бахту, то есть это вообще, как аморалия работа, аморалия работа, это больно, ты уводишь их, ты, когда ты разделил, ты способствовал у них еще большему чувству насаждения, то есть ты не дал суть, как освободиться с этого, и получить больше насаждения, как он говорит Бахту. То есть, получается, вот эти моралисты, это те люди, которые, в принципе, их интересует больше, вот эти четыре принципа для насаждения, чем Бахту. И они, получается, предназначения, там так было на Гавайи, они им сказали, предназначения, вот, типа, книги, они говорят, «Ну, мы не можем вас поверить в какие-то маргиналы, там, вот, только свою рюлю, там, поюте, Харикришна, давайте с нами будете делать сыр, что-то там, молоко, какие-то благостные продукты, ходите в брюках, они поставили условия, в рубашках, длинными волосами, они все это начали делать, и в результате вообще перестали практиковать, пропадали, что, ну, ваша, как говорили, реформация, сознание Кришны привели к тому, что не вы этих людей возвысили, а они вас просто стянули на свою руку. Ну, да, если такая кондиция будет продолжаться, то, как они намасанкили, она вообще не будет, нигде не будет, собственно, не успевать, а то не в другом, стоит храмы совершать, как право падает в Индии, зарабатывать деньги, открывать нашим, бога, зайти заклинать, пожертвовать, что не зарабатывать, это то, что может привести к печали последствия, если не культивировать, не углублять, не брать в него ответственность, что в следующих поколениях, если бы упадали, они должны взять, поддержать в чистоте преемственности, то пославить, и обучать другие поколения, чтобы они не сели дальше, потому что, если это они делают, ну, не знаю, как они накрывают, болото получаются, от пленений, но на самом деле, в обществе преданных, как раз, самое большое количество моралистов собрано, ну, со всего человеческого общества, и поэтому, так сложно проповедовать, поэтому, такого родного собрания, они очень редкие, но они, это неизбежно, это просто, как бы, ну, это обязанность преданных искон, собираться и говорить о сознании Кришны в чистоте, но многих это травмирует, и поэтому нужно быть очень осторожным, аккуратным, ну, вообще, человек, просто у него, может, не хватать квалификации, есть просто, так устроено, тонкое тело, когда ты находишься на уровне парамат-мавади, ну, то есть, есть, майя-бади, парамат-мавади, багавад, багаван, это тот, кто живет ценностями Криши, до него нету морали, как этот, у нас, Матаджи на Харинави присоединились, на Падаяфи в Россию, они такие, попросились прийти к нам в лагерь, после этих принных, на Падаяфи живут в палатке, там, посидеть, сарьи одеть, когда они приехали, мы сели, просто прочитаем, ну, большинство Браманова, там, от этих старших принных, и принных один приехал в войске к Старшу, и он говорит о тем Матажам, ну, такие принные, от этих все погруженные, что я почитаю, там пытается, чтобы они, как это, связь установили, он говорит, такой, ну, мы, это вегетарианцы, а принных Старшин говорит, мы не вегетарианцы, если бы Кришна не умер, я бы с удовольствием его ехать, то есть, он подожжен, говорит, отца не уйти, но он говорит, ну, иди Тим Кришна просал, он просал на них, и все, и вот это такие, ну, разные фишки, они, как бы, ну, уводят, но и в этом сложность, в этом, ну, нужно ковать свой профессионализм, в руках и обществе преданных, потому что, здесь нужно действовать, под руководством администрации, сотрудничать в ядре, там, этот, и вот об этом-то и говорит, ну, то, о чем мы говорили, до этого, что, как ты видишь, морализм, ты сейчас сразу открываешь, на сцене, на нем не цитируешь, и они тебя закрывают навсегда, но вот ты должен, ну, терпишь там, как эти, иногда проповедники плачут, там, под одеялом, за то, что они столько слышат, несоответствий всяких, и просто, с Вереной, продолжают терпеливо, ждать, когда ты все постепенно. Можно ли, скидываться? Я не вмешиваюсь, и просто, обретение, вспомнил, у меня был случай, это, это, это месяца полтора назад, я как раз читал, с юбилей, к нам, а сенгам, я не дошел до этих стихов, и вот буквально, только прочитал, и на следующий день, мне надо было, на выставке, я на, мы в ремесленной палате, там, участвовали, гончары, мы ходили, вот, там, смотрели, и, в центре, там, взлетелись, из машины, надо было все палатки, там, им больше 15, все товары, там, в одно место, и на охране, я вызвался, давайте я, потому что, ну, пока мы больше нет, там, одна женщина, и, закрыли все, я машину поставил, думаю, в машине, там еще одну палату не дали, и я такой, палатки закрыли, машина стоит, 11 часов вечера, думаю, ну, а что, книги, 4 книги есть, буду в Санкиртане, в центре нельзя, ночью еще, пока в милиции нет, по Санкиртане, попробую, и вот, реализация этого стиха, идет мат уже, с ребенком, я подкрылась книга, и начинаю рассказывать, девушка, вот вы, наверняка, такая благочестивая, нравственная, вы бы хотели жить в нравственном обществе, то есть, я начинаю, вообще там, вообще, не то, что я на самом деле хотел бы говорить, ну, как-то привлечь, вот это, ну, чтобы привлечь, да, начал вот эти обходные пути, и вот, честно, то, что она мне выдала, здесь, конечно, нельзя говорить, но, она говорит, кто, я нравственный, и она мне это начала рассказывать, сколько у нее, и я бежал оттуда, и бежал, и плевался от нее, и еще раз, я сказал, я должен жить на этой дороге, я морали, никому не хочу текать этой моралью, я буду только говорить о Кришне, вот эти слова, и тут же, я начал говорить о Кришне, следующим ребятам, и пошла, тут же, то есть Кришне, то есть Кришне, мне просто, не хочу просто даже говорить, что она мне обоевает, не хочу отвернять атмосферу, но я обливался и бежал оттуда, вот это Кришне, мне научило там стиху, вот жизнь, проявит. Он на самом рубежном, мы живем тоже, на 188-х, мы приехали, парень, у него маты же берет интервью, ну скажите, там что-то пытает, он спрашивает, а кто вы, что, то что, навалит, навалит, а потом он, ну скажи, вот двух словах, что это, ну просто вы мне скажите, это на Харе Кришне, а он такой, раз, у меня глаза открываются, так Кришна ваш Бог, она говорит, да, так а что же ты сразу не скажи, что вы, что вы, что вы, что вы, что вы, да, мы думаем, моралисты, иногда мы думаем, что надо как-то, человека, да, а куда, а демократия, надо. Не, что вы, человек, вести только из 26, или 24 качества, вы же, наверное, да, какое одно самое важное, смирение, терпение, участие, предание Криши, приупало, что вы, что когда критиковали, очень плод, это не такие, невоспитанные, мы гады, пропадали, ну, он себя и защищал, да, мы можем обладать всеми, качественно, если у нас нет преданности Кришни, то есть эти качества, они обеспечены, то есть, ну, какой даже начинающий, если он предан, действует под руководством, будет, он же несовершеннолетним, он действует совершенно, но человек, обладающий всеми, качественно, не действующий под руководством, садка, да, может быть, хорошим, мы самолучшим, мы обладаем, благословительный, но никакой ценности, все равно смерть, это все равно, а преданность, это то, что никогда уничтожается, это вечная ценность, и вот, вот это качество, оно самое важное, из всего, почему мы, как бы называемся, преданными, но, нужно быть именно, действовать под руководством, отчаяния, уничтожения, старших, большинства, все будет на свои места, и тут мораль, она уже понимает, вот вы свое рассказываете, просто, тут, вот, благашниги, ну, какая там мораль, вообще? Пропада там скажет, что ты такой великим, ты такой великий моралист, ты хочешь быть, как Ютвиштхире, он говорит, что Ютвиштхире, даже Ютвиштхире, представьте, он слышал Парамад, но Ютвиштхире, единственная, говорится, личность на планете, который мог четко слышать Парамад, и знать, что, но где угодно, и там где Парамад. И ему, Пропада говорит, пришлось, сначала пойти, а потом уже подниматься наверх, за ту ситуацию, что он был великим моралистом, и не могла соврать, но это может быть, какие-то и штиры. Мне еще понравилась Шилу Пропада, не помню, кто-то из таких влиятельных людей спросили, говорят, ну а что же ваши бедные, типа, там, залезли в какой-то, я слышал, залезли в какую-то теплицу, как бы, наворовали цветов, помните, Шилу Пропада, это классно тогда разложил, говорит, ну есть деятельность на уровне разума, есть на уровне ума, там, типа, на уровне души, вот предные, они на уровне души, все, я уже. Главное, перешли. Спасибо большое.